Вот она связь, дорогие друзья, а сегодня мы попытаемся с вами узнать, а кто же сильнее? Клоны из вселенной Звездных Войн или же Гвардия Империума из Вархаммера? Всего на карте будет присутствовать 4 уровня. Это первый уровень, второй уровень, третий уровень и заключающий четвертый уровень. Ну а перед этой битвой я хочу показать вам эти топовые комментарии, спасибо, что их пишете, я каждый читаю, друзья, и на каждый отвечаю. Всем желаю приятнейшего просмотра, подписывайтесь обязательно на канал и ставьте лайки, погнали! Господа, я знаю, что многие не любят, когда я болтаю слишком много, поэтому сейчас будет, собственно, мое объяснение данной, данного теста, данной вообще, скажем так, зарисовочка, если можно это назвать. Если кому это не интересно, могут промотать там на минуту, может, полторы-две. Ну, если там я буду еще болтать, просто промотаете и все. Все, собственно, кто остался, давайте я вам, ребята, расскажу смысл сегодняшнего теста. Вообще, обязательно его бы всем было послушать, но да ладно. Собственно, я, как и говорил, у нас на сегодняшнем тесте будет присутствовать не просто там одна, скажем так, большая зарисовка или что-то в этом роде, а у нас будет с вами 4 уровня. И на каждом уровне мы будем с вами делать по 2 или 3 раунда. Посмотрим, ну, я думаю, что 3 раунда. И, например, на первом уровне победит Гвардия Империума 2 раза, клона 1 раз. И мы засчитываем в копилочку клоном 1, Гвардия Империума 2 и так далее. И потом, ребята, уже по окончанию нашего огромного такого теста, по прохождению всех уровней, мы с вами смотрим, сколько у нас в копилочке находится у Гвардии Империума и у солдат клонов. У кого больше, тот, собственно, и победил. Тут все логично. Все, я объяснил всю нашу с вами непосредственно задачу и непосредственно наш способ, как мы об этом узнаем. И также, друзья, хочу напомнить, что абсолютно обе стороны сделаны одинаково. Без какого-либо преимущества там в юнитах, в оружии и так далее. Все подобрано, сбалансировано и все абсолютно рандомно. Может победить как и Гвардия Империума, как и клоны. Всем желаю еще раз приятнейшего просмотра. Погнали! Ну что ж, мы начинаем с вами с первого уровня непосредственно. У нас тут уже пошла жара, ну, как жара, скажем так, пошло дело. И у нас, смотрите, у нас, кажется, здесь... Да, друзья, у нас на первом уровне побеждают клоны. Собственно, с первого уровня мы даем очко, ну, соответственно, извиняюсь, на первом уровне мы даем очко клонам. Одно очко уже имеется у клонов. Переиграем данный уровень еще два раза. Меньше слов ближе к делу. Вновь я запустил наш с вами раунд. Давайте вообще посмотрим на этот раз от лица нашей с вами Гвардии Империума. И тут у нас, кажется... А, нет-нет-нет, мне кажется, еще раз побеждают клоны. И да, друзья, я извиняюсь, что сейчас будет болтовня. Я знаю, мне многие прям бомбили из-за этого дизлайки, ставили, мол, много болтовни. Но, друзья, понимаете, некоторые мне дизлайки ставят из-за того, что у меня немного болтовни, а из-за того, что я якобы, из-за того, что являюсь фанатом Звездных Войн, подделываю победы Звездным Войнам. Господа, я хочу сейчас обратиться к вам. Это полная ложь. Это неправда, потому что это, ребят, чистая сбалансированность. Вы даже можете поставить как-нибудь момент, где видны все клоны и видны Гвардии Империума. Я даже сейчас это сделаю в следующем разу. Вы можете даже считать. Все, оно так и есть. Я никому ничего не делал, никому ничего не добавлял. Все как было балансировано, так и есть. Все, я больше не буду болтать. Это последнее предупреждение. В следующий раз я буду говорить только по объективности и, собственно говоря, по делу. Все, переиграем в третий раз. И пока что клоны лидируют со счетом 2-0. Опять-таки, много болтать не буду. Запускаю сразу же, как только прогружаемся. Все, у нас с вами... Вот я вам скажу честно. Я не могу понять, почему клоны побеждают в каждом раунде. Я не знаю. Это, конечно, сейчас будет глупо звучать. Очень глупо с моей стороны. Но я могу вам даже поклянуться сполна, что... Черт подери! Они... Гвардия выигрывала. Ребята, не ставьте мне дизлайки. Я реально никому-то ничего не поделал. Я реально не знаю, почему клоны побеждают. Я... Но, друзья мои, просто понимаете, мне потом будут предъявлять, что я там клонам что-то делаю. Ну, во-первых, чтоб вы понимали, я сначала... Ну, небольшое лирическое отступление, если хотите, можете перемотать. Я сначала сделал клоном DC-15C. То бишь, это маленький скорострельный бластер. И он не подходил, так как он слишком быстро кромсал имперскую... Ну, гвардию империума. Я поменял на DC-15. Просто вот такие вот длинные винтовки. И они равны лазганам. Насколько я знаю, у гвардии империума лазган, они равны лазганам. И почему клоны их так быстро сбривали, я, друзья мои, не знаю. Но, тем не менее, у клонов счет 3-0. А мы переходим уже, наконец, ко второму уровню. Посмотрим что-то новенькое. Погнали. Что же, мы уже подлетаем ко второму уровню. Меньше слов и... Как банально бы это не звучало, ближе к делу. Нажимаю кнопочку старт. И, надеюсь, хоть на этот раз уже честно, чтобы не в обиду фаната Вахи, победят гвардии империума. Гвардейцы империума. И, вроде как, да, смотрите, они побеждают. Они побеждают просто с ожесточайшим отрывом. Но, тут я глупо сказал, потому что обычно в таких тестах и должны побеждать с ожесточ... Чувак, куда ты стреляешь? Там уже никого нет. Должны побеждать с ожесточайшим отрывом. Но, наконец, первые открыли счет гвардейцы империума. 1-3. А мы перезапускаем данный уровень еще два раза. Запускаю второй уровень. Уже второй раз. У нас с вами снова начинается потеха клоны. Вот клонов вроде, смотрите, напрямую тут гвардия империума как бы... Хотя нет, смотрите, тут уже как-то затруднительный момент. Очень затруднительный, спорный. Но, нет, побеждают вновь клоны. Я не знаю, почему клоны так часто побеждают. Видно, помните? Был видеоролик. Ну, как был? Он недавно выходил. Где я узнавал, сколько нужно на 10 космодесантников клонов. Если вы его не видели, обязательно гляньте. Так вот, там в комментариях многие унижали клонов. Писали, мол, они лошки и так далее. Но, друзья, теперь, когда я их столкнул более с честными противниками, с гвардейцами империума, они уже показывают себя в полной красе. Вы сами это непосредственно видите. Их броня, вам скажу, тоже довольно-таки неплоха. Но, друзья, опять-таки, мод не я разрабатываю, это не мой мод. И это, ребята, баланс делает разраб-мода, не я. Всё, меньше слов, больше продуктивности, больше объективности. 4-1 счёт, клона лидирует. Теперь перезапускаем второй уровень в последний, в третий раз. Ну что ж, очень интересно будет третий раз, потому что, согласитесь, интересно, победит ли гвардия империи или нет. Давайте мы сейчас, собственно, это и узнаем. Но пока, опять-таки, трудно сказать, но вроде как они нормально так гасят клонов. А, взгляните, это клоны тупо уж даже вообще охренеть. Без голов там у пацанчика вообще кровь. Отлетел при вас, ещё отлетел. Отлетают, ребята. И всё, побеждают у нас с вами гвардейцы. Но они отстоят ровно в два раза. Счёт 4-2. Но впереди у нас ещё с вами, повторюсь, два уровня. Это третий, где просто квадрат. И ещё четвёртый, где они в заперти. Собственно, увидимся уже с вами там, на следующих уровнях. Счёт 4-2. Лидируют клоны. Идём к третьему левелу. Я думаю, что этот уровень будет интересен для многих. Потому что это всё же квадрат. Тут уже имеются какие-то препятствия. И вам я сейчас не буду врать. Откровенно скажу, что тут чаще побеждают клоны. Я не знаю, почему. Я перестраивал два раза. Это вот, собственно, данный уровень. Данный квадрат. Делал его... Делал иначе. Но, увы, проигрывают тут чаще гвардейцы. Я вам честно скажу, я не знаю, победят ли на этот раз гвардейцы хотя бы раз. Потому что, повторюсь, когда я тестил прошлые, извиняюсь, разы, у меня просто язык уже заплетается. К сожалению, гвардейцы проигрывали. Я вам просто сейчас говорю откровенно, чтобы вы мне потом ничего, ребят, не предъявляли. Всё, запускаем и смотрим. Первый тест третьего уровня. Погнали. Но, воу, подожди, нет, нет, нет. Вот я вам говорю, почему-то, вот смотрите, почему-то они как-то их... Вот, я не знаю, вот вы видели это, и как-то очень быстро кромсают. Я вот честно скажу, те же винтовки. Нет, не подумайте, это абсолютно те же винтовки, те же... Те же DC-15-ки. Абсолютно без каких-либо модификаций, без каких-либо изменений. Оружие одно и то же. Как и там было на прошлых уровнях у кулонов, так и у гвардейцы. Всё одно и то же. Но, я заметил почему-то, у них, не знаю, как будто скорострельность какая-то большая. Я, в общем-то, без понятия, но вроде всё одинаковое. Вроде всё честно. Ладно, переходим с вами ко второму тесту. 5-2 в пользу кулонов. Идём тестить второй раз. Ну что ж, мы уже тут летаем второй раз, и это значит, что пора и тестить, собственно, данный уровень второй раз. Надеюсь, на этот раз... Нет, смотрите, вот видите, я не знаю. Я просто без понятия, что происходит, почему их так быстро сбривают, но, чтобы вы понимали, я повторюсь, большая редкость, чтобы империю гвардия выигрывала на данном уровне. Тем не менее, счёт 6-2, мы переходим к последнему третьему разу. И если империумцы, скажем так, я знаю, что это неправильно, но всё же что-то не предпримут уже, что-то не сделают, не произойдёт какого-то чуда, я, увы, уже не знаю, что тут и поделать. Переходим, тестить третий раз, господа. Да, вот и настал третий раз. Честно говоря, очень трудно что-либо предсказать, сделать какой-либо прогноз, победят гвардейцы или же нет. Потому что, понимаете, вы прекрасно сами, что у них тут шансов немного, вы сами прекрасно видели положение в данной ситуации. И, чтобы вы понимали, насколько всё прозрачно и честно, у них даже одинаковая расстановка сил. То бишь, 3 спереди, 2 сзади, 3 спереди, 2 сзади, 3 спереди, 2 сзади, 3 спереди, 2 сзади. Всё абсолютно одинаково. Но, вы всё сами видели. Всё, меньше болтовни, меньше демагогии и ближе к делу. Ну, подрубаем третий раунд и, блин, вот смотрите, вот, 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 блин, вот, у клонов вроде тоже что-то какое-то с бритьё пошло и прекратилось. Но вот тут, смотрите, вы просто это гляньте, охренеть, что они творят. Это вот реально у меня сейчас такие эмоции, они просто их начали сбривать. Блин, красавчики гвардейцы, в последнем раунде задали. Ну, что ж, господа, это был последний, третий тест на третьем уровне, как бы это ни звучало юморно. Но, в общем-то, ребята, полностью проиграли гвардейцы в данном раунде. Счёт не будет хорошим для фанатов Ахи, к сожалению, 7-2. Ну, а мы с вами, ребята, продолжаем проходить последний уровень дальше. Эх, да, я сейчас уже представляю, как бомбит у фанатов Фархаммера, потому что, поверьте, вот, просто небольшое лирическое отступление перед финалочкой. Этот матч я не тестил. Четвёртый уровень у нас остаётся неизвестным как и для вас, мои дорогие и добрые друзья, так и для меня. Потому что я его, опять же, повторюсь, не тестил, но вы можете поставить на паузу, скептики мои милые, и посчитать всё как есть. Посмотреть по метрам, по миллиметрам расставления и так далее. Но если вдруг кто думает, что я что-то тут кому-то поделываю и привилегирую, очень вы поняли, даю какие-то привилегии. Нет, всё честно и всё прозрачно. А также мне хочется упомянуть, что, господа, я не разраб данного мода. Я прекрасно с вами согласен, что сравнивать две данные вселенной как-то глупо. Потому что их может по силам сравнить только два владельца и основателя данных вселенной, которые их и продумали, и придумали встретиться, и уже там решить друг с другом. Но мы с вами фанаты тоже, вот фанаты сделали для фанатов мод, и я как фанат просто вам показываю, что могло бы быть. Я не кому-то там что-то делаю, не кого-то пытаюсь оскорбить ни в коем случае. И это, ребята, просто безобидный тест. Всё, ладно, меньше слов, а то мне снова начнут писать, что я слишком много болтаю. Четвёртый уровень, первый тест, осталось два. Я, честно сказать, даже вообще без понятия, кто у нас с вами победит. О, воу-воу-воу, ну вроде как, смотрите, тольконов просто расстреляли у стены. И, кстати, а если тут гвардия сможет отбиться, отыграться? Слушайте, они прям нормально так их зафигарили. Тут у нас ещё место такое подгорает, знаете, копчёненькое. Собственно, 3-7, может быть, даже имперская гвардия отыграется. Но давайте сделаем так. Если империум набирает 5 очков, чтобы вы понимали, у них есть ещё 2 шанса, то бишь 2 теста, у них будет 5-7. И если они побеждают, я даю ещё, делаю бонусный уровень. И, собственно, даю им шанс на хотя бы ничью. В общем, погнали, тестим 4-й уровень ещё 2 раза. Больше не буду болтать, зная, что вы хотите уже узнать поскорее вообще результаты, победят ли гвардейцы. Давайте, я на самом деле даже борею, потому что я бы был не против увидеть... Нет, господа, это всё. Нет, мои милостивые государи, это, к сожалению, всё. Это полное поражение гвардейцев. Счёт 8-3. Но просто ради интереса узнаем, готовы ли пойти в последний бой гвардейцы или нет. И узнаем, будет ли 8-4 или будет 9-3. Собственно, сейчас мы с вами и увидимся. Хм, что же. И чтобы вы понимали, почему я так сейчас смеюсь. И, может быть, как-то и говорю иначе, немножко злой. Потому что перед финальным раундом, третьим тестом, у меня вылетело. И поэтому, соответственно, мне пришлось ждать полчаса. Для вас это, конечно, просто щелчок пальца и всё. Но мне, ребят, чтобы найти данную зарисовку, скажем так, чтобы просто игра прогрузилась, так как у меня куча модов и куча времени пришлось ждать. В общем, не буду вам плакаться. Всё, тестим третий раз и смотрим, друзья. Будет 4-8 или будет 3-9. Но я надеюсь, что будет хотя бы 4-8, потому что вы сами понимаете, хотя бы... Ну, ладно, всё. Гвардия Империума молодцы. Ребятки, справились, ребята. Ну, что ж, мы сегодня можем с вами сказать. 4-8. Победили клоны со счётом отрывистым в два раза ровно. Вообще, на самом деле, выпуская данный видеоролик, я очень подвергаю себя дизлайками, отписками, злостными комментариями и так далее. Потому что победили, может, не те, кому бы хотелось бы. Вы меня, надеюсь, поняли мою мысль. Но, ребят, я вам повторю. Я никому никаких привилегий не давал. Никому не выделял свою отдельную симпатию. Всё было максимально в рамках игры объективно. И без каких-либо уже тут человеческих чувств, там, любви к данной вселенной и так далее. Максимально объективно. Потому что вы серьёзно думаете, что я специально хочу себе дизлайки и отписок? Нет. Я хочу, наверное, чтобы вы подписались на канал, ставили свой коммент и поставили лайкосик на данный тест. Но, друзья, надеюсь, никто не обиделся данным видеороликом. Все понимают, что это всего лишь мой тест в игре Man of War в редакторе с помощью моды. Это даже не официальный патч. Это модификация от простого фаната, такого же, как и мы с вами. Это, ребята, там не какой-то, не знаю, сверх кто-то. Это просто такой же фанат, как и мы, сделал нам такой мод. И мы должны быть просто благодарны этому человеку. Так как мы с вами сможем делать такие сравнения, такие тесты. Но в данном тесте, да, Гвардия проиграла, Ваха проиграла в два раза. Но вы, ребята, все помните, любители Вахи, как вы издевались над нами, над ЗВшниками в прошлом тесте, где были 10 космодесов. Впрочем, ребята, всё, моя речь закончена. Концовочка. Я очень надеюсь, что все послушали мою речь буквально 10 секунд назад. Если нет, обязательно перемотайте, послушайте. Ещё надеюсь, что вы уже оставили свой комментарий, поставили лайк под данный видеоролик, да и под прошлый тоже. И подписались на канал, потому что я очень стараюсь. С вами был ваш Отто. Увидимся в следующих видосиках.